Итак, мы с вами разобрали сейчас одну из частей системы бизнес-драйв, дерево целей, и следующая часть, к которой мы начнем приступать, она звучит как бережливое производство. Почему важна часть бережливого производства? То есть здесь мы будем говорить о физическом результате, и мы будем говорить о том, как организовывать производство, потому что на производстве действуют немножко другие законы организации. Немножко другие законы организации. И если мы с вами можем их понять и правильно выстроить, то отлаженное производство является успехом любого, собственно говоря, залогом успеха любого бизнеса. Как я буду это делать? Я буду говорить, вообще бережливое производство. Бережливое производство. Тема очень большая. И это отдельная вообще философия, и отдельное направление, и отдельное движение, которое сейчас идет, активно идет по миру. И по бережливому производству написано очень много книг на сегодняшний день. И одна из знаменитых – это книга Джеффри Лакера «Дау Тойота». Вот так вот она выглядит. После этой книги у него вышла вторая книга, которая называется «Практика Дау Тойота». И в этих книгах, собственно, описаны принципы бережливого производства, то есть фундаментальные принципы бережливого производства. Что такое само бережливое производство, и откуда оно взялось? Вообще, если вы слышали о таких понятиях, как «Кайдзен», или «Тойота Продакшн Системс», или «Лин», или «Лин Сикс Сигма», или «Бережливое производство», то все это на сегодняшний день можно назвать, это называют как «Лин», «Лин» или «Бережливое производство». «Лин» в переводе означает «постный диетический экономный стройный». Откуда взялось бережливое производство? Оно пошло с производственной системой компании «Тойота». «Тай Тиона» считается человеком, который первым это организовал. И почему так в истории произошло, что один из автомобильных концернов «Тойота» смог сделать что-то такое, что потом пошло по миру? Совершенно вкратце расскажу, что где-то примерно лет 20, тому назад, лет 20 тому назад, автомобильные концерны Америки ведущие стали обращать внимание, что то, что происходит в «Тойоте», оно как-то отличается от того, что происходит у них. И вот то, каким образом это отличается, Джеффри Лайкер в своей книге приводит, что в 2003 году годовая прибыль «Тойота» составила 8,13 миллиардов долларов. Больше, чем прибыль «Дженерал Мойтарс», «Крайслер» и «Фордс» вместе взятых. Или чистая прибыль компании в 8,3 раза превышает среднеотраслевые показатели. И это при том, что количество машин, которые продаются, и цена этих машин примерно одинаковая. То есть количество машин примерно одинаково, цена на них примерно одинаковая, а чистая прибыль в 8,3 раза больше. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что «Тойота» нашли какие-то способы организации производства, при которых их затраты меньше. Они эффективнее, они меньше тратят ресурса на производство одной машины. И поэтому их чистая прибыль в 8,3 раза больше. И тогда американцы, это примерно лет 20 тому назад началось, стали заинтересовываться, что они там делают такого, что у них такая эффективность. И стали ездить на «Тойоту». И вот Джеффри Лайкер как раз был одним из тех людей, который приезжал и несколько лет изучал «Тойоту». Он жил там, смотрел, изучал, что такого делает «Тойота», что она имеет такую эффективность. После некоторого времени, я исторически очень крупно сейчас обрисую, после некоторого времени «Тойота» с «Дженерал Моторс», по-моему, организовали совместное предприятие уже в Соединенных Штатах. Так бережливое производство или «Тойота Продакшн» система переехала в Соединенные Штаты. Там она была полностью реализована, дополнилась новыми наработками и уже оттуда пошла по миру как бережливое производство. На сегодняшний день бережливое производство — это целая система, самостоятельная система организации производства или вообще организации бизнеса. и она активно идет по миру. И если коротко сказать, что такое бережливое производство, то можно сказать, что это философия, которая основана на идее устранения потерь в процессах, на принципах взаимозависимости, уважения и постоянного совершенствования. или это действенная система простых решений, которая включает методы и подходы, направленные на устранение потерь. Вот эти слова, которые нам здесь важны, это постоянное совершенствование и потери. Устранить потери. И что такое потери? И почему бережливое? Система бережливого производства называется бережливым. Что там берегут? В настоящее время концепцию бережливого производства изучают и внедряют в таких компаниях, как авиационная компания «Сухой», «КамАЗ», «Сбербанк», пивоваренная компания «Балтика», «Текуарилов», «Уралмаш». То есть это активно идет по миру. Очень активно. И серьезным образом. И приносит результаты. Продолжение следует...